Владимир Николаевич, уважаемые предприниматели, приглашенные, обеспечить благополучного и защищенного детства один из основных проблем государственной политики Республики Кракасия. Постановлены у Духовного Совета Республики Кракасия были поставлены задачи в сфере защиты права детей на 2017 год. Это безопасность, отдых и оздоровление детей, права детей-сирот и детей, оставшихся в измельчении родителей. Долгое в чём представлены в ходе Совета Республики Кракасия. Ключевое направление деятельности у полномочного по правам ивоза Республики Кракасия определяется также с учётом тематики обращений граждан. В 2017 году у полномочного поступило 438 обращений из всех городов и районов Республики. Основные темы обращений – семья, жильё, образование, здоровье. В Хакасии действует система защиты прав и законных интересов детей. На её развитии влияют и те позитивные изменения, которые происходят в социальности из нашей Республики. Сегодня каждый пятый житель Республики – это регионы. Показатель рождаемости в Хакасии превышает аналогичные показатели в Российской Федерации по Сибирскому Федеральному Сбоку. Произошло в 2017 году и снижение смертности несовершено. В Хакасии осуществляется комплекс мер, направленный на обеспечение здорового развития детского населения. Работает республиканский перенагралица, открыта республиканская детская клиническая больница. Каждый второй ребёнок региона был оздоровлен в детских оздоровительных учреждениях. Общий оздоровительный эффект составил почти 100 процентов. Первый и второй группа здоровья имеет 88 процентов детей и ступень. Осуществляется спортивная подготовка детей по 33 видам спорта. В год образования говорить о достижениях в этой сфере особенно важно. В республике введены в эксплуатацию новые здания детских садов и школ, улучшаются показатели качества образовательных услуг. В республике работает сеть специальных учреждений для детей-инвалидов. Есть групп-центр дистанционного образования детей-инвалидов. Спортивная школа по адаптивному спорту Ирдис. В прошедшем году был разработан и получил в рамках поддержки российского фонда региональный комплекс мер по указанию ранней помощи детям инвалидов. В рамках его реализации будут созданы специализированные центры на базе учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты. В отрасли дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. И сейчас перед республикой стоит задача обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Кругленно цель будет достигнута. Ведь республика уже вошла в федеральный так называемый ясенник проекта. И есть еще один ресурс развития негосударственного сектора. Частные детские сады могли бы помочь в решении еще одну проблему. Более 42% детей инвалидов дошкольного возраста не обеспечены услугами дошкольного образования. Это отсутствуют специализированные детские сады группы компенсирующей направленности для детей со сложной структурой дефекта детей, имеющих нарушение аутистического спектра с дальнейшим психического развития. Системы защиты прав детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья наиболее острыми остаются из-за проблемных болтов лекарственного обеспечения и специализированных в дальних действиях и заболеваниях. В 2017 году продолжали поступать обращения, связанные с конфликтами среди участников образовательного процесса. Среди сечения необходимо обратить внимание на развитие системы психологов и логических помощей ПКРУ. Необходимо в каждом муниципальном образовании создать достаточное количество центров психологов и психологических помощи с учетом рекомендации Министерства образования и науки России. Координационных центров на 5 тысяч детского населения открыть психологно-медико-педагогические комиссии, ввести ставки психологов во всех образовательных организаций республики. Уважаемый Владимир Николаевич, хочу поблагодарить вас лично, депутатский корпус правительства Республики Хакасия, за то, что, несмотря на сложности с бюджетом, в 2017 году были направлены дополнительные средства для приобретения шепля лица и числа детей-сиротов. Предоставлено 254 жилых помещения, близко прогнозированных 245 детей. Проект и постановление Президиума Верховного Совета сегодня включен отдельный пункт, связанный с решением от этих проблем. Вместе с тем, особенно в свете последних трагических событий, для нас важнейшей задачей остается обеспечение безопасности детей. Наблюдается рост гибели детей от внешних причин и травматизма, возраст от числов в летальных исходах в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, ограблений и суицидов. Основная причина гибели детей от внешних причин в большей степени – это вина взрослых. В 2017 году травм получил каждое шество регионов регионов, повысился показатель детского травматизма. Анализ этой проблемы выявил законодательный пробел в части контроля за выполнением правил эксплуатации детских актракционов, надзор за деятельностью которых не предусмотрен ни региональным, ни федеральным законодательством. Возможно, с вашим участием, уважаемые депутаты, эта проблема будет решена. Кроме того, полноручим принято участие в подготовке предложений, направленных на защиту несовершеннолетних от древних воздействий информационно-телекоммуникационной сети интернет. Как только что вы все слышали из доклада министра внутренних дел в Республике Катасе, статистика свидетельствует об интенсивности криминализации населения в отношении детей. Возрастло число преступлений против личности, в том числе в сфере нарушения благоприятности. Необходимо принять нормативные, правовые, регулирующие работу системы раннего появления детского и семейного неблагополучия. Шире привлекать к противоптической работе некоммерческих, в том числе волонтерской организации. Примерно четвертая часть обращения касается нарушения прав детей в семье. Тревога вызывает тот факт, что зачастую взрослые забывают интересы детей, используя их как разменную монету для имущественных пор с целью манипуляции высшими супругами. В 2017 году мы столкнулись с проблемой международного посещения детей, неисполнение агроментных обязательств, жестокого обращения с детьми. В адресу федерального полномочного Совета Федерации Законодательного Собрания России направлено предложение о внесении изменений в семейное, уголовное, административное, гражданско-процессуальное законодательство. Какасия активно включилась в реализацию инициативы по намоченному при президенте России по правам ребенка Анны Юрьевны Кузнецовой «Виктор детства 2017», объявленной в рамках «Десятилетие детства». С этой высокой тригоной докладываю вам, что на фокус будут отправлены лучшие проекты в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Я надеюсь, каждый из сидящих в этом зале разделяет мнение, что судьба каждого ребенка зависит прежде всего от нас, взрослых, от нашего умения слушать и слышать, понимать, принимать, верить, любить, действовать и защищать. Доклад закончен. Да, да. Хорошо. Коллеги, у нас, я просто напоминаю, что материалы все имеются. Мы благодарны аппарату полномочной наличии на вам, потому что все они у нас представлены имеют. Здесь градское содержание, по сути дела, итогов работы. И мы, кстати, все без исключения отвечаем. Возрослый уровень, многое сделано. Я бы хотел, коллеги, есть какие-то вопросы уточняющиеся? Нет. Нет. Спасибо. Я просто напомню, я был полномочник тоже. У нас вообще готовился отчет Гарковой Ларисы Парисовны, она у нас на лечение сейчас уехала. И она меня попросила. Ну, вы по постановлению, да? Сейчас. Я просто перед постановлением хочу сказать, что действительно отмечен возросший уровень. Я бы не скажу, что новое, что вы создали, а действительно возросший уровень открытости, доступности, кстати, обращения к детям по защите их прав, интересов. И я должен сказать, что мы действительно какой-то дополнительный шаг сделали уходящий в 2017 году, но и вот в начале этого года. Я бы хотел даже поблагодарить полномоченного. Действительно сделана очень-очень положительная работа в России, которая позволяет по новому уже следует на некоторые вопросы. И я бы хотел, чтобы мы продолжили пробовать в нашем успехе. А сейчас дело в том, что надо проектное постановление, где слово предоставить Светлане Викторовне Могилиной, заместительного председателя Комитета. Спасибо, Владимир Николаевич. Уважаемые коллеги, вот представленный доклад полномочного по правам ребенка Республики Хакасия, он напрямую связан с предыдущими отчетами, которые сделал на предыдущей сессии Верховного Совета полномочного по правам человека и его только что прозвучавший доклад министра внутренних дел. Все эти проблемы, они взаимосвязаны, и поэтому мы постарались при подготовке соответствующего проекта постановления максимально учесть вот те проблемы, о которых уже Ирина Викторовна сказала. Здесь четко распределены в самом постановлении поручения, которые даются правительству по полномочному по правам ребенка, органам местного самоуправления, и поэтому я обращаю внимание, что все эти рекомендации сгруппированы таким образом, чтобы еще раз подчеркиваю, максимально сосредоточиться на тех проблемах, которые возникают у нас в Республике по реализации прав ребенка. В частности, рекомендациям правительству Республики Хакасия, во-первых, отнесены поручения, связанные по увеличению объема средств, выделяемых из республиканского бюджета на приобретение жилья для детей сироп. Это действительно та проблема, над которой Ирковный Совет работал, работает и будет работать. Далее отдельно мы как раз записали рекомендацию о необходимости разработки государственной программы и, соответственно, включить ряд мероприятий, связанных, опять же, с финансированием по приобретению и замене мебели в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 2019 году. Такая проблема, она вообще курируется в том числе и комитетом по образованию и ставился вопрос, а действительно в негодность уже пришла соответствующая мебель и нам нужно поэтапно эту проблему, безусловно, закрыть, потому что она напрямую связана в том числе и со здоровьем наших детей. Также рекомендации касаются софинансирования мероприятий, направленные на обеспечение безопасности обучающихся в общеобразовательных организациях. Но я думаю, что вот с учетом того, что, опять же, к сожалению, у нас трагедия произошла в Киберова, то, соответственно, может быть, как раз напомнить пунктом, который касается безопасности, в том числе и учреждениям, которые связаны с работой школьников и дошколяк с точки зрения их досугового обеспечения, потому что на сегодняшний день, обратите внимание, что у нас это, к сожалению, в нашем постановлении не прописано. Если говорить о тех рекомендациях, которые даны непосредственно органам местного самоуправления, то мы максимально, прежде всего, обратили внимание о том, что, к сожалению, возрастает количество детского травматизма, и поэтому необходимо особо органам местного самоуправления обратить внимание, в том числе, на установку того или иного оборудования, которое устанавливается на пришкольных территориях или во дворах, которые, к сожалению, не соответствуют сангиновским требованиям, а что ведет, соответственно, к тем травмам, которые получают наши дети. Кроме этого, к сожалению, присутствует такая конденция, как сокращение бюджетных мест в секциях спортивных и школ искусств, и поэтому мы тоже обращаем внимание в органах местного самоуправления о невыгущении сокращение соответствующих мест в этих учреждениях, потому что это, прежде всего, касается малоимущих, социально необеспеченных семей, а это именно та категория, которая чаще всего нам дает всплеск тех правонарушений, которые у нас фиксируются. И обратили на особое внимание к рекомендациям органов местного самоуправления – это то, что необходимо обеспечить питание детей, воспитывающих многодетных и малообеспечивающих семьям. Это, конечно, особое наше, так сказать, направление, потому что согласитесь о том, что мы кушаем, а точнее то, что едят наши дети, таково будет и здоровье нашего поколения в целом. Поэтому у вас на руках находятся все эти предложения. Предлагается принять за основу данное постановление. Коллеги, у вас действительно есть макенера проекта законов, есть проект постановления. Прошу проголосовать. За основу примем, потом. За основу примем. Потому что, да, в ходе обсуждения могут вовремя все предложения. Прошу проголосовать. За основу. Принято основу. Пожалуйста, есть какие предложения. Валерий Пав跑, что там предложение? Вот здесь посвящено информацию, что рекомендуется заняться заменой школьной мебели. У нас есть программа Школьное окно. Проблема замены школьных окон с деревьями и пластиковыми касается не только школ, а и детских садов. Надо бросить довольно массовый характер. Поэтому хотелось в этой части тоже рекомендации внести и исполнительную окон на власти, и муниципальный, и реагировать. Да, я согласна, и плюс к всему то, о чем я ранее сказала, то есть обеспечивает безопасность еще не только в образовательных и дошкольных учреждениях, но еще и в учреждениях досуга, которые, к сожалению, я еще сказала, в нашем восстановлении своего отражения не нашли. Ну, в принципе, надо действительно предусмотреть этот проект, и все. Мы за основу принять. В загороди, лагеря, отдыха и труда, школьников у нас в Дагаеве не просто 100 человек, а тысячи людей в Афгасии. И тоже там надо безопасность. Лагеря, отдыха и труда, школьников у нас. Это будет приручено. И нам тоже в публической архитект. Так, я считаю, в этих пунктах надо прописывать и к Верховному Совету, и Комитету, и к нам, и всех депутатов. Спасибо. Я, кстати, хотела бы поддержать, Леонид Николаевич, еще в той части, что нужно выделить отдельное направление по Верховному Совету. То, что как раз Ирина Евгеньевна сказала о необходимости регулирования законодательных нормативно-правовых актов, с которыми мы могли бы выйти в том числе и в Государственную Думу по предмету того ликвидации правового правила, который, к сожалению, включается по обеспечению вот этих вот всех вопросов, связанных с детством. Поэтому, если вы готовы как раз нам эти предложения внести, то, безусловно, вот саму постановочную часть можно было бы тогда это тоже закрепить. Нет, но он предложил так, как вынести и претензионные все это. Да, 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 да. Дело в том, что мы действительно выделить, просим там, все, вот мы выделяем средства, принимаем бюджет, надо описать. Не просто поправки там, цифру какую заменить на какую и так далее, поправки другие. А может что-то сократить? Вообще не нужно ни целевое использование средств в бюджете. Вот это надо правильно говорить, надо понимать решение здесь. Второе, мы ежегодно, я напомню, действующий бюджет ранен 3-4, иногда и 5 раз в течение года. Поэтому, учитывая, что вот эти направления очень важны, это связано с безопасностью. Я думаю, что одинаково стоит уже, может, в апреле, и когда будем правильно говорить. Да, тем более, в апреле месяце будут относиться изменения. Да, поэтому надо посмотреть, и всех связанных, все, что с вопросами безопасности, особенности. Это очень важно. Так, коллеги, предлагается с учетом вот этого обсуждения принять постановление, но учить не тщательные доработки, то, что замечали у него депутаты Старостина, лечить его там, то и другие прозвучали, и так далее. Тем более, мы с ними вместе работаем в президиуме, я думаю, это доработка и в этой прибыли. Поэтому предлагается принять постановление по данному очагу. Прошу проголосовать. Спасибо всем за работу. И, верно, вас с боевым причинам. Спасибо. Спасибо. Уважаемые.